Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова здравствуйте и вот некоторые темы. В Карачаево-Черкесии торжественно встретили росгвардейцев, принимавших участие в специальной военной операции. В регионе полным ходом продолжается летняя оздоровительная кампания. В республиканской столице открылся крупнейший в России центр молодежного инновационного творчества. И в Черкесске прошел всероссийский турнир по пляжному гандболу. Далее подробно. Во Дворце культуры Черкеска в рамках празднования одного из главных государственных праздников страны Дня России Рашид Тимрезов провел торжественную церемонию вручения почетных званий жителям Карачаево-Черкесии и паспортов юным гражданам Российской Федерации, школьникам республики. За значительный вклад в развитие республики глава региона вручил ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесией и почетные звания жителям республики, которые ежедневно проявляют высокий профессионализм, трудолюбие, преданное и ответственное отношение к своему делу. Традиционно в День России и из рук главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова свои первые паспорта гражданина страны получили юные жители республики, которым уже исполнилось 14 лет. Это были 12 школьников, показавшие отличные результаты в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. В подарок ребята получили книгу «История России». В региональном управлении Росгвардии состалась торжественная встреча сотрудников и военнослужащих территориального ведомства, прибывших в пункт постанной дислокации после выполнения задач в специальной военной операции. В мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник управления Росгвардии Андрей Пархоменко и другие. Обращаясь к Росгвардейцам, руководитель региона отметил, что для него большая честь лично встретить и поприветствовать бойцов живыми и здоровыми на родной земле. Оставаясь верными присяге, мужественно и профессионально они защищали людей на Донбассе. Неоценима помощь бойцов Росгвардии в республике по обеспечению безопасности нашей Родины. Далее цитата Рашида Тимрезова. Мы знаем, насколько опасны и бесчеловечны любые проявления фашизма и неонацизма. Как подчеркивал президент страны, действия Российской Федерации по демилитаризации и деноцификации в Украине – вынужденная, но необходимая мера. И сегодня борьба с неонацизмом и обеспечение безопасности нашей страны стали вызовом, который наши военнослужащие и сотрудники с честью приняли. «Искренне благодарю командование Росгвардии Карачаева-Чекеси и всех бойцов за мужество и отвагу, а также семьи наших защитников за поддержку», – закончилась цитата руководителя региона. Программу бесплатных поездок на такси для ветерана Великой Отечественной войны запустили во всех регионах страны, в том числе и Черкесске. Она будет действовать до конца текущего года. Воспользоваться услугой ветераны из числа инвалидов и участника Великой Отечественной войны могут вне зависимости от цели поездки. Главное условие – номер телефона ветерана или его официального представителя – должен быть известен Управлению социальной защиты и населению республиканской столицы. Он будет использован в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «ветеран». Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Он создаст заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и государственным номером автомобиля. С 17 июня этого года услуга заработает в Черкесске. Для заказа такси обращаться по телефону Управления социальной защиты и населения города 26-14-17. В республике полным ходом продолжается летняя оздоровительная кампания. В течение этих трех месяцев отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 12 тысяч детей. В частности, в загородных оздоровительных лагерях отдохнут 3100 школьников, а пришкольные лагеря дневного пребывания примут 6185 школьников. Еще 3000 детей будут охвачены клубом выходного дня познавательно-экскурсионными поездками в Домбай и Пятигорск. В приоритете дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих семей и дети, чьи родители воевали в горячих точках, а также дети, приехавшие из ЛНР и ДНР. В первых числах июня свои двери распахнули 4 загородных оздоровительных лагеря. С 26-го еще 2 загородных лагеря начнут работу. Отличительной особенностью этого лета стала организация Министерства образования и науки Республики двух лагерей дневного пребывания для детей-инвалидов. Уже сегодня можно получить путевки в загородные лагеря «Адель», «Гранд Виктория», «Жемчужина Кавказа» и «Селена». В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов начались работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в Малакарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более миллиарда рублей, сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева. В Малакарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Ишкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров, площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Кроме того, в Карачаево-Черкесии продолжается работа по капитальному ремонту еще трех берегоукрепительных сооружений. Это дамбы на левом и правом берегу реки Тиберда в городе Карачаевске и на правом берегу реки Малы-Зеленчуг в ауле Адыгихабль. Операторы горячей линии Карачаево-Черкесского отделения пенсионного фонда с начала года помогли 24 тысячам граждан. Информацию комментирует руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда Анна Шаганова. За пять месяцев 2022 года специалисты горячей линии отделения пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии помогли получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и мерами социальной поддержки более чем 24,5 тысячам жителей Карачаево-Черкесии. Чаще всего граждан интересовали темы назначения индексации пенсии, социальных выплат на детей, получения материнского капитала. В топ самых частых обращений граждан вошли такие вопросы, как срок выплаты пенсии, результат рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия, оформление справок и документов, использование электронных сервисов пенсионного фонда. Жители Карачаево-Черкесии стали активнее пользоваться услугами горячей линии. Каждый может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, по телефону 8 800 600 0291. Режим работы – понедельник, пятница с 8 до 17 часов. Получить консультацию жителей региона также могут, написав обращение через онлайн-приемную на сайте пенсионного фонда. Сотрудники ГИБДД продолжают в Черкесске скрытое патрулирование вблизи пешеходных переходов. Полицейские на автомашинах без символики МВД фиксируют на видеокамеру нарушение, после чего передают информацию экипажу ДПС. За время одного рейда таких правонарушений выявлено 18. Одними из наиболее распространенных видов ДТП остается наезд на пешехода. Согласно букве закона за непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Тему продолжит инспектор управления ГИБДД МВД по Карачаево-Чекесе Рустам Шифужев. В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сотрудниками управления ГИБДД на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия с использованием скрытого контроля. Скрытое патрулирование осуществляется с использованием транспортных средств полиции в стандартном исполнении. Что это значит? Это транспортные средства, которые в потоке машин не определишь. В случае выявления нарушений, нарушения передаются ближайшему наряду ДПС для составления административного материала. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что на землях сельскохозяйственного назначения Карачаево-Чекесе обнаружены следы палов. Рассказывает заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Светлана Никулина. Палы на земле сельскохозяйственного назначения могут обернуться непоправимыми последствиями как для сельского хозяйства, так и для экологии в целом. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает собственникам и землепользователям о необходимости проведения мероприятий по охране земель, в том числе соблюдать меры пожарной безопасности. В мае 2022 года в ходе выездных обследований зафиксированы следы палов на землях сельскохозяйственного назначения в Карачаевском и Ужрибутинском районах. На сельхозугодиях на окраине аула Эльтеркач, под уже выросшей травой, местами выявлены следы горения сухой растительности. Также на всей территории сельхозучастка в ауле Верхняя Мора выявлены очаговые следы поджога сухой травы. Правда, обладателям земельных участков объявлены предостережения. В Черкесске открылся крупнейший в России Центр молодежного инновационного творчества. Здесь можно будет творчески развиваться, получать новые знания и навыки. Здание общей площадью 769 квадратных метров, где на первом этаже расположена выставочная зона, отдел инвентаря, ресепшн-гардероб и санузлы. А на втором этаже каворкинг, лекционная зона и кабинеты. Здесь также предусмотрена открытая терраса. Это второй Центр молодежного инновационного творчества, появившийся в Карачаево-Чекесе за последние годы. Первый был открыт в Карачаевске. Золотному шитью и искусству плетения гобелена обучат на мастер-классах, которые пройдут в Карачаево-Черкесии. Как мы же сообщали, с 15 по 18 июня в Государственном республиканском историко-культурном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой состоятся мероприятия, посвященные столетию образования Адыгеи и Году культурного наследия народов России. На выставке посетители смогут не только ознакомиться, но и приобрести различные изделия. А теперь новости спорта. В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по дюдо среди мужчин и женщин на призы Вооруженных сил Российской Федерации Кубок Ярослава Керода. По результатам состязаний бронзовым призером стал спортсмен из Карачаево-Чекесии Азнаур Папшулов. В Черкесске прошел всероссийский турнир по пляжному гандболу, в котором приняли участие сборные команды из Карачаево-Черкесии, Ставрополя, Краснодарского края, Белгорода и других регионов страны. Наши спортсмены показали неплохие результаты и смогли обыграть команду из Краснодарского края. В Армавире прошло первенство России среди юношей и девушек 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие более восьми сотен самбистов из 68 регионов России. Медали разыгрывались в 20 весовых категориях. В командном первенстве среди юношей сборная Карачаево-Чекесии заняла второе место. В результате упорной борьбы золотую медаль завоевала Стефания Кириллова. Мусе Булжатову и Азамату Кябишеву досталось серебро, но и замкнул лидеров Айдар Батруков, который занял третью ступень пьедестала. А по итогам всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юношей, прошедших в Кабардино-Балкарии, призерами стали Назар Киков, Станислам Кушхов и Руслан Морганья. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17, в Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля. И штормовое предупреждение. В течение суток 15 и 16 июня местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня до неблагоприятных отметок, в горах сход сели и малого объема. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.